В эфире «Давай поженимся» программа о том, как найти спутника жизни. Сегодня свидание у нашего главного героя Юрия. — Что я такое сказала, сама не поняла. — То, что на мониторе было. — Давайте еще раз. Давайте. Мама моя, встречая моего старшего сына из детского сада, совершенно обалдела. Она говорит, я чуть в лужу не упала. Говорит, Георгий в 6 лет вдруг задал вопрос. Говорит, Альбина, а кто такие голубые? Мама говорит, я покрасила и сказала, это люди, которые любят голубое небо, голубое море. А он говорит, да я тебе не об этом спрашиваю. — Но вы перебарщиваете с моментом того, что вы из мужа делаете идола. — А надо из мужа делать пидора. Чтобы он просто, чтобы он поразительный, чтобы он скотина, чтобы он икалась бы этому гаду, который из вас сделал вот такое несчастное дитё. Давайте так. Вот сегодня, в конце концов, в 21 год, не надо выходить замуж. Давайте так. Вот у нас задача. Сегодня будет три жениха. Давайте найдем какого-нибудь плохого и поглумимся над ним. Я вам помогу как. — Вот, Бористо, вот отпустите себя. — Что ж ты говоришь за тобой, а? У тебя одна задача, я тебя не перебивала, а у меня другая. Кать, вот давайте, а я помогу, хорошо? Вот с вами какого-нибудь скверного есть, такой будет. Я не знаю, может быть, у нас сегодня будут одни Ленины, конечно. Но найдем какого-нибудь говнюка. И просто его, ладно, чечелочку на нем. — Хорошо, попробуем. — Я помню, у нас одна очень известная артистка, которая летела в бизнес-классе. Это просто для вас рассказывать даже не надо. Тоже накатив уже, потому что перелет был долгий, из Америки. Летели приличные бизнесмены. И она вдруг стала делать уголок между двумя сиденьями. Она почему-то вдруг в своей почти 50 стала показывать, какая она спортивная. А муж сидел и напивался на первом сиденье, тоже артист. Она показывала уголок, потом она тоже решила. А там же маленький проход в бизнес-классе. Потом она решила сделать стойку. Не получилось, и муж ей сделает замечание. Он, допустим, даже не успел договориться. Типа, может быть, ты сядешь, она ему сделала так. Она уже готовила заранее. Смешно, это так в сон пришлось, не надо. Так программа тут стоит, история известная. Это чье было желание вообще рожать так поздно? Зачем? А мы же в Узбекистане, там по 10, по 15 детей, я мало слишком. И местные женщины вот в Табас столько лет рожают детей? И больше даже, и в 70 рожают. Ну хорошо, ладно, мне про 70 не рассказывайте. Ну вам же 72, вы говорите. Ну мне 72, но я родила-то где в 64. А вы еще у вас все впереди? Ну конечно. Не, я уже задумываюсь, все-таки надо при личной совете. Что ж я буду людей смешивать? Скажите, пожалуйста, а сегодня хотите в свои 33 года прибиться к дедушке? Не обижайтесь. У которого трое детей, и которые будут все время говорить, нет, это мои. А там еще тетя, а там еще сестра, а там еще херово тучи этих родственников, которые вот говорят, слышь, пришла к нам, жили по нашим правилам. Мудрая женщина постарается не указывать мужчине, как везти и как выбирать дорогу, а позволит ему, если она ему доверяет, а я надеюсь, что она ему доверяет. Это вы в книжке в какой-то прочитали. Да, безусловно, это психологическая литература. Послушайте, я тоже читаю эти книжки, и только кроме того, дебилы, уроды, что за ситуация, можно разговаривать, а если ты не можешь найти, пишите письма друг к другу. Вот я пишу. Милый, сегодня утром я попросила тебя забрать почту, и сказал, да пошла ты, я еще не выспался. Ты поступил неправильно, потому что ты должен был мне сказать, милая, не сейчас, позднее трусы надену, бред, читаю и думаю, чтобы вы сдохли, писатели, к жизни не имеют никакого отношения. И вы сейчас ведете себя так, да, на, от сердца что-нибудь скажите. Роза, ну я права, сидит клевая, молодая женщина, вы сидите, кроя здоровых лбов, красивых, гопки поджар, ни одного вопроса. Вот она мечтает жить в Лихтенштейне, я забыла ее спросить, почему именно там. Ну это страна такая, маленькая страна, где мы все время в футбол играем. Давайте, чтобы немножко рассеять, просто одна минута рассказываю анекдот. Мойша приходит домой и говорит, мама, ты знаешь, что я женюсь? Она говорит, ну и слава богу, сыночек, кто она? Она очень хорошая девочка, она нашего круга, ее зовут там Соломей. Ой, замечательно, она сегодня придет к нам в гости, замечательно, я приготовлю еду, все, она придет не одна. Очень хорошо, мамочка, ты не могла бы сегодня переночевать где-то, потому что все комнаты будут заняты, почему, сынок, у нее 12 детей. Хорошо, сынок, я так счастлива, дети, это же замечательно, дети уже есть, мне нужно будет думать, мне даже совершенно не нужно будет никуда уходить. Почему, мама? Потому что я умру. Мария, сколько времени вы уделяете ребенку? В свободное время практически все. У меня были занятия в институте, соответственно, я там проводила целый день. Вечером мы были вместе. Вот теперь мы не поды... Вы уже... Далее, выходные. Вот недавно, буквально неделю назад. А вы с Васей как встречаетесь? А мы с Васей встречаемся. Ну, опять же таки, как встречаемся... Неверенность ему не подарила? Нет, не подарила. Не подарила, сказал, что тоже недостоин. Я тоже, кстати, вам секрет, я своей деятельности носилась, как курица с тетем. Я думала, мой первый мужчина будет или Питер Отул, или Роберт Даниэль, а если в России, то Высоцкий. Почему-то я думала. Владимир Высоцкий. Это не для программы. Надежда, ну я просто как только Вас увидела, я сразу поняла, что Вы непорочные. Вы просто абсолютно вот девственные. Именно так я и представляла 25-летних девственниц. У меня был опыт знакомства с человеком, которому на данный момент 54 года, и человек мне отказал. Это был Борис Михайлович Моисеев, я ездила к нему свататься. Да. С ним бы Вы были до гробовой доски девственниц. Да, 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 да. Понимаешь, она вообще... не понимаешь, что писко хуем называете, например, вот такие вот вещи. А для замужества это... Конечно. Приготовились. Однажды я приезжаю, открывает мне, значит, теща и говорит, ой, Юра, почему ты приехал без звонка, говорит. Я говорю, ну и что? Захожу и вижу такую картину. Два голубчика лежат в постели вообще. А теща еще говорит, ты, говорит, их, пожалуйста, не беспокой. Они говорят, так устали, говорит, сегодня, так устали. Я говорю, да господи, ну конечно, пусть отдыхают бедные. Может, он просто замерз, они гуляли по Москве, замерзли, чисто по весу легли по-дружески. Да, я такие понял. А вы прям сразу себе нафантазировали. Просто сегодня понятие мужчина и женщина стерлась. Бабы с яйцами, мужчины ходят с зелеными волосами, понимаешь? И что? Непонятно. Это унисекс. Все пахнут одинаково. Духи унисекс, одежда унисекса. И вы все сравнялись. Не, ну если с таким кривым лицом будете каждый раз... Нет, раз она курит, значит, она пьет. А раз она пьет, значит, она гуляет. А зачем мне такая жена нужна? Правильно, нет? Не, ну гуляет, послушайте, уже после сорока, я так думаю... А как? Это затруднительно. 45 баба ягодка опять, а как после сорока? Знаете, смотри какая ягодка. Есть такая ягодка, послен. Так ее и куру не клюют, какая ягодка. И гусики. Ох, Виталий, Виталий. Вы отвечаете за нравственные основы. Нам вообще все равно, от кого рожать детей, честно говоря. Мы для любви созданы. А вот что вы в наши головы вложите, какую нравственность, это от вас зависит. Мы что, овцы, что ли, в нашу голову? А если ты уже готовый, ну, не знаю, не знаю, готовый объект для любви, ты совершенно зрелая женщина, вот как я... Лариса, нас не сравнивай. Мы вообще тут, это, знаете, мы эти проповедники, мы истину проповедуем. Ой, ну я бы не заманила. Не, я простая. Не, я простая. Я совершаю ошибки каждый день. И поэтому я как-то, ну, понимаю, кому-то надо, кому-то... Кто-то еще сам может мужчину взять за руку и повести за собой. Вы знаете, я так думаю, что если эта программа закончится когда-нибудь, я могу быть экспертом-криминалистом. То есть я могу, буду считывать уже по купам, как глухонемы, в школе немых. Я просто смотрю вам в рот и уже могу без звука, понимаете, о чем вы говорите. Девочки, что вы все умираете. Югаламана, это у нас четвертая программа. Ванна, ну как, ну нельзя. Включите чувственность ума и потренируйте ее сегодня на наших мужчинах. Как-то сложно очень, я даже не знаю, чувственность ума... Ну, когда наши бабки сидели в пещерах, проходило много народу мимо. Надо было понять, кто к тебе, с какими намерениями. Мозги надо было включать. Поэтому я всегда мужикам говорю, никогда нас не обманывайте в лицо. Мы это чувствуем. Мы это сразу видим. Обманывайте по телефону. Слушай, а тебя как торкает этот козлизм 2012? Они хуже. Конечно, уроды. Это Олег. Он не потерпит ревность и животных в доме. Это мне вот этот 12-й год, блин, сейчас в голове. Скажи, Василис, все идиотизм этот все, не будет никакого 2012 года конца света? Можно мы с тобой потом про это поговорим? Нет, ну ты можешь мне сейчас сказать просто? Это еще хуже, Василис, это хуже. Я могу сказать, что отчасти предположения правильные. Да ты что? Да, поэтому я не иду смотреть этот фильм. Говорю абсолютно серьезно. Все, я не работаю. Ну скажи. Возможно, вплоть до... Я думаю, что это военные конфликты, на самом деле, в мире, которые будут развязаны к этому моменту времени. И абсолютно экономической подоплеки ситуации. Конечно, это никакие не космические трансформации, никакие не такого порядка ужасы. Но это реально непростая ситуация, скажем так, общественно-политическая. А скажи, они могут вот эти создатели передохнуть все, нет? Кто? Ну, создатели, кто вот это замутил. Это 12-й год, фильм, вот это все. Кто сейчас наживается на этом? Ну, я как раз думаю, что те, кто вот эту волну толкают, они пострадают. Так всегда бывает. Да, может, их накажет? Ну. Тема, иди за водкой, я не работаю, все. Не, ну вообще это, конечно, ужасно. Я просто... А что с кем-то? Супер. Он был добрый человек, и мне казалось, что он был искренний. Вот, естественно, был очков похожий, знаете, который говорит, и когда ко мне подошла эта добрая женщина, и я сказала, добрая женщина, идите нахуй. Понимаешь, вы получаете вот просто, вот, получаете так. Она все время, а вы знаете, когда ко мне приходят добрые женщины-мужчины, и просят о том город. Я говорю, добрые женщины, прекратите, понимаешь, вы прекрасно души, вы прекрасно душничаете. Давайте не будем прекрасно душничать, потому что, когда у его дочки не будет то, что будет у всех одноклассниц, потому что тоже хорошего-то мало. И приходят такие, вот со мной, и приходят такие к нам невесты-задрочи, которые всю жизнь завидовали своим подружкам. Потому что мама и папа духовной жаждой, там мы со свечкой ходили и пели «Аллилуйя». Не, ну почему? Перестаньте, жизнь другая. Давайте все-таки будем смотреть нормально. Здравствуйте, Андрей. О, привет. С кем вы пришли? Антон. Любовница моя, Дарьяна друг. Да, это сейчас модно. Кто любовница? Я. А я друг. Дарьян друг. Наконец-то, свершилось. А, так тогда, может быть, и мы закончим? Не-не-не, нормально. Ну, для разнообразия что-то. Все нормально, все нормально. Моя мама назвала бы такую девушку «Шалава» просто-напросто. И я к ней присоединяюсь. Совершенно никакой серьезности, и ребенок, ну вообще, то есть, вообще. Никаких ценностей. Как же в вашей следствии дома с ребенком, наоборот, молодежь, что она... Клубы, гулянки. Если бы список ее женихов был бы часа на три программы, тогда можно было бы вот это слово применить, которое ты говоришь. А, Чилю, хорошее слово. Она классический водолей. Роза, как и ты. Да что ты. Да я просто вообще, я ангел перед ней. А ты полтора года ходила в декольте с татуировкой на спине, и именно так ты встретила здесь своего мужа. Когда-то я с татуировкой-то ходила? Ты входила в декольте полтора года, где-то недавно стала ходить в пиджаках и с косыночками. Нет, минуточку. Все помнят, давайте посмотрим. Минуточку, минуточку. Я когда с Вакой не замужем была, я кольцо вручально носила, чтобы никаких вопросов не было, чтобы невеста приходила и знала, что Вака занята. Два украинца разговаривают, один другому говорит, да весь жопенька какие у русских фамилии смешные. Зайцев. Он был тоже украинцем. Оксана точно не хочет соревноваться с мужчиной в доме и безоговорочно готова... Оксана точно не хочет соперничать с мужчиной в доме и безоговорочно готова... Оксана точно не хочет соперничать с мужчиной и даже безоговорочно готова... Это как пчела. Пчела ведь летает и собирает мед. Она тоже видит, что на лугу разное бывает. Ну там, я не знаю, коровы прошлись и оставили после себя что-то. Но она видит только красоту, поэтому и мед в конце получает. А разница между пчелой и мухой, да, муха видит сразу это. Не то, что цветы на лугу растут, а то, что там оставили после себя коровы. Вот мне кажется, что Александра, если пока она прекратит копаться вот в том, что оставили на лугу коровы, и перестанет быть мухой, а станет как Радмила пчелой, тогда и мед у нее в семье будет. Вот в этом большая разница. Какой жестач, а! А вы думали? Нифига, порвала. Порвала, порвала просто. А еще говорят, Гузеева злыди, и бабки за мной бегают, и говорят, ах ты паразитка такая. Я, в частности, наверное, скорее завистливая, чем нет. Вот думают, молодая, как бы треснула бы ей. И тоже вроде все накачала, все сделала, все не то, все не то, понимаешь? Ну прямо написано уже, что у меня вечер, а у нее утро. Ну хорошо, как вам, Роза? Я? Я себе хорошо. Спасибо вам большое. Ларисечка, я надеюсь, вам очень понравился этот сюрприз. Спасибо вам большое. Проходите в свою комнату. Помогите! Я люблю тебя, Россия! Дорогая певаря! Я люблю тебя, Лариса! Боже, смотри! Помоляю, поставьте, поставьте. Все, спасибо. А женщина молится? Все, пожалуйста. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Дорогие, сладости, руководство. Это сегодня про Минут колорелось. Пожалуйста, никогда не сладости, сотрите то, что вы сейчас сняли. Почему-то мне все время рстили? Нет, пожалуйста, сотрите. А я хочу увидеть, что вы стерли это. Пожалуйста, не надо. Мне только в интернете не хватало вот этой крени. Ну, Ларис, ты понимаешь, что вы говорите? Пожалуйста, все, кто сейчас снимали вот это на телефоны. Быстро собрали телефоны, кто снимал? И быстро это все стерли все. Собрали телефоны, те, кто снимал. Ларечка, и там кто-то еще снимал, поэтому... Люди, будьте людьми, называется это. Да, пожалуйста. Ребят, послушайте людей это, а не дайте сорвать передачу. А дайте им, потому что передачу закроют, и никто это никогда не увидит. Ну, это лучшая передача, которая выйдет по каналу. А дайте ему телефоны. Бодров снимал, у меня 300. Там утренок, Патришка. В розовой кофте в очках слева сидящая снимала. А дайте телефон, сидяйте. Девушка в розовой кофте, в очках слева, да, все. Не скомпрометируйте. Воду мне, принесись, пожалуйста, воду. Все, спасибо. Все, спасибо. В голову у меня, блядь, давление. Ну, эмоции выхлестнули, да. Да, ничего, ничего, это шоу, я понимаю. Так, получается, я пришел на родную свадьбу. Молодец. 10 литров молока. А я вдруг смотрю на телевизоре 81 день. Стоите вы и говорите, давай поженимся. Да, супер. Ну, я быстренько пошел, пообрелся, и потом показали фотографию этой женщине, сказали, что ее зовут Лариса. Вот я здесь. Все, ребята, спасибо. Пришел в свою комнату, отправляйтесь. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Козла можно пока здесь оставить? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова